В следующей притче царь Соломон обращается к людям, которые изучали Тору, соблюдали заповеди, но из-за каких-то сложностей в жизни, каких-то надломов, переломов, разочарований, или наоборот из-за больших соблазнов, они оставили соблюдение, оставили учебу Торы, начали жить обычной жизнью. Так что Мо говорит так. От имени Торы, я звала вас, а вы отказывались. Я махала вам рукой, а вы не слушали. О чем это аллегория? Иногда два человека спорят между собой, и один из них говорит, все, мне надоело, я ухожу и выходит из дома. Тогда второй может ему вдогонку еще кричать какие-то доводы, пока он близко, но тот говорит, я не хочу тебя слушать, перестань, мне это неинтересно, и уходит. Но когда он уже отходит на дальнее расстояние, то перед тем, как кричать, он должен сначала его привлечь чем-то, привлечь, помахать ему рукой, чтобы тот обратил на него внимание, и тогда он может ему кричать на это расстояние еще доводы. Но тогда этот человек может сказать, я тебя уже не слышу, мы далеко находимся, я не слышу то, что ты говоришь. Какая мудрость заложена в эту притчу? Абхата. Для того, чтобы это понять, давайте обратимся к словам равхаи мошелууцата, равхаля, книге Дериха Шем и Творца. В одной из глав, там где он рассказывает о изучении Торы, и какой свет, какое влияние человек приносит в этот мир, когда он изучает Тору, он приводит два примера один пример это когда два человека сидят учат тору тени часто например один учит поверхностно например он не читает просто письменно тору за час успел прочитать 30 страниц за это время 2 учил всего одну строку один пасук в торе научил его углубленного дал вопрос анализировал спрашивал сопоставлял кто из них получит больше награды то есть кто кто больше света спустит один вроде бы прочитал 30 страниц а другой всего одну строчку непонятно он понял не понял пытался понять англитров хай вашего то что более глубокий качественный свет спустит тот в этот мир который изучал углубленных второй пример два человека сидят и учат одну и ту же книгу или слушает один тот же урок но один из них соблюдает шаббат кашрут а второй не соблюдает какой из них больше света спустит она говорит что конечно тот который соблюдает шаббат кашрут одевает филин учи тору у него есть кли сосуд который может цвет который спускается остановить удержать а тот который не соблюдает у него как кому-то сосуд дырявый и свет он его спускает он проходит мимо может быть светом по по силе такой же но он проходит и падает не задерживается в этом мире и говорит дальше раф хайм мошку тату что мудрецы открыли нам большой секрет сот бюлёну хазаль а львай пути я зву в эту роте или миду и мута ор шаба маклазирам львута все всевышний говорит что даже пускай ним про меня забудут но главное чтобы они изучали мультуру потому что свет который в торе он возвращает человека к богу то есть даже если у человека этот сосуд он дырявые и и свет проходит и не задерживается и куда проходит вниз но все равно пока этот свет проходит через сосуд он влияет на человека на его сердце у него собранные пробуждения душа пробуждается и этот человек но возникает желание сделать куда митву приблизиться как так богу там пойти на шаббат пойти на кедуш еще что-то сделать то есть влияние это в торе до кроме того света который спускается и дает изобилие в этом мире еще свет который влияет на наши души и возвращает нас к богу и про это говорит царь сломан в своей плечи область даже если человек все оставляет изучение торы и заповедей и уходит то нужно хотя бы тора ему кричит в догонку подожди хотя бы будь со мной на связи хотя бы приходи на какой-то один урок в неделю и даже если человек удаляется еще дальше говорит не хочу тебя слушать то все равно тора как-то ему машет то есть она его как-то пытается привлечь заинтересовать приходи хотя бы на кедуш приходи хотя бы хануку взял откуда митву хоть как-то будь со мной на связи потому что через это все равно это повлияет на твою душу и она добудет пробуждение и ты вернешься все равно к богу через это я желаю всем нам быть на постоянной связи с богом и обязательно учить тору на постоянной основе чтобы каждый ногу были какие-то уроки и тогда это у нас будет связь свет торы будет нас время пробуждать ему нам будет хотеться постоянно быть с богом